Всем доброго времени суток! Очередной раз мы пока получил некие улучшения, о которых я сегодня расскажу и покажу. Выпуск обещает быть интересным и познавательным, а поэтому усаживайтесь поудобнее, сейчас все начнется. Кстати, на все железо ссылки, как обычно, в описании. Только проверенные продавцы и самые низкие цены. Все как люблю я и вы. Канал мой я не забросил, не было времени, да и всякой чушью засорять не хочу. Это я тем, кто просит продать канал. Не знаю почему решили, что канал продается, но вот обратились ко мне уже несколько людей, ей предлагали разные суммы. В общем, надеюсь на вопрос я ответил, а теперь можно приступить непосредственно к теме выпуска. Мой открытый стенд уже известен подписчикам. Готовил я его в одном выпуске, оставлю ссылку на него в описании, кому интересно, посмотрите. Начну с процессора, и он, как уже догадались, Intel Xeon X3470 с базовой частотой 2,93 ГГц, Turbo Boost 3,6 ГГц и только жизнь на одно ядро. Расчетная мощность 95 Ватт. Техпроцесс в 45 нанометров. Поддержка PCI Express X16 2.0 и максимально держит память в 32 ГБ, в двухканале естественно. Максимальная температура в 72 градуса. Кэш третьего уровня 8 МБ, ядер 4, потоков 8. Понятное дело на сокете 1156. Материнка все та же, что была от EVGA, формата micro ATX, с четырьмя слотами под оперативную память. Гнать она практически ничего не умеет, да и сам не любитель разгона, на мой взгляд лучше систему собирать нормальную, чем гнать ее. Охлаждение от китайцев Snowman, короче снеговик, снежный человек, что-то вроде того, но какое бы странное не было название, вещь она просто отличная. Четыре медных трубок плюс 120 мм вентилятор и нельзя сказать, что он шумный, а башня под вентилятор тоже массивная. Я один это замечаю или нет, но вот сокет 1156 сделан не очень логично с точки зрения охлаждения на процессор. Все элементы близко расположены к сокету, что крепления стоят чуть ли не впритык к ним, и это реально напрягает, и есть риск что-то тупо задеть, ну или выломать. Оперативки стало больше, чем была, хотя и в прошлый раз тут было 12 гигабайт, из которых планку в 4 гигабайта я поставил временно с другого компа для теста. В общем, сейчас тут три планки по 4 гигабайт каждая, разношесная и все же без конфликтов, работает на частоте в 1333 МГц. А вообще, оперативки от Виньеда, это китайский бренд такой, работает просто отлично и дружат с любыми фирмами. Советую тем, кто заказывает, ссылки есть в описании. Видеокарта уже частый гост на моем канале и моя новая любимица после GTX 750 Ti, GTX 960 на 4 гигабайта в исполнении фирмы Asus. Она на GDDR5 на 128 бит, куда ядер в ней 1024, базовая частота процессора 1203 МГц, boost до 1266 МГц и частота памяти 7010 МГц. Из выходов один DVI-i версии, один HDMI и три DisplayPort, а еще она на PCI-Express X16 3.0, материнка на 2.0, ну и хороший радиатор с двумя трубками и двумя вентиляторами на 85 мм. Год выпуска 2015, умеет работать с DirectX 11 и построена на 28 нм техпроцессе. Забегая вперед, она тихая и не греется сильно. Накопители в системе 2, это SSD от Crucial BX 500 на 250 гигабайт и жесткий диск от Seagate на 1 терабайт с кэшем в 32 мегабайта. Блок питания от Thermaltake Smart RGB 500 на 500 ватт, по 12 вольтовой линии там 420 ватт и сертификат 80+, там стандартный. И этот выпендрож с RGB мне не нужен был, но другого не было в наличии, пришлось брать этот, но блок питания за свою цену хороший должен признать, ну и подсветка тоже. На данный момент это и есть мой второй комп, тот что стоит в мастерской, а в офисе где я монтирую выпуски стоит другой и выпуск по нему есть на канале. Подсказка выехала в правом верхнем углу, можете посмотреть кому интересно, а теперь пора приступить к тестам. Итак, первый тест на производительность SSD накопителя, а он, я напоминаю, Crucial BX 500 на 250 гигабайт и скорость чтения и записи 283-249 мегабит в секунду. Ну для SATA 2.0 результат хороший, да и модель эта не претендует на самый быстрый, это больше бюджетная. Теперь тест процессора Intel Xeon X3470 в программе Cinebench R15 и результат 380 кубит, а это в любом случае хорошо для процессора за 1,5к. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и видеокарта GTX 960 на 4 гигабайт, тест фармер к разрешении Full HD и карта не имеет разгона, а результат 2440 поинт, и температура не была выше 65 градусов. А какая производительность на вашей карте пишите в комментариях, а сейчас посмотрим как вся конфигурация покажет себя в играх. Итак, начну с легкого и это CS GO. Настройки на высокий и очень высокий, сглаживание 8Х, размытие выключено и разрешение Full HD. Максимальный FPS 147, минимальный в 65 и в основном для счетчик кадров держится на 110-120 и в перестрелках на 75-85 кадров. Теперь посмотрим что будет в PUBG, разрешение Full HD, настройки такие, что где-то высокие, где-то ультра, где-то низкие и что-то выключено. В общем игра сама лагает, поэтому результаты следующие. Самый низкий FPS 45 кадров, самый высокий 85 кадров и в основном уже 60-70 кадров. Следующая Battle Royale игра Apex Legends. Разрешение все так же Full HD, настройки на средне-низких. И я видимо не отключил вертикальную синхронизацию, так как счетчик кадров у пюрсов 60 и изредка падает до 55, а значит FPS в основном же выше 60. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь посмотрим что покажет Star Wars Battlefront 2, настройки на средне-низких и все так же Full HD. И игра тяжелая и еще онлайн. В общем счетчик кадров в районе 70-80. Бывают и просадки в зависимости от сцены. И они не ниже 45. Никаких статтеров или фризов не замечается. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok